Когда жена Авраама, Сара, умерла, он остался в полном одиночестве, в чужой стране, старик, который не в состоянии был позаботиться о себе. Авраам знал, что его собственная жизнь близится к концу, и поэтому чувствовал, что должен исполнить свои обязанности в отношении устройства будущего своего сына, чтобы сын мог стать продолжателем рода. В те дни на отцов возлагалась ответственность за устройство брака детей. Это было обычным явлением, и до сих пор в определенных частях света именно таким образом устраиваются браки. К примеру, в Индии. У меня есть друг индиец, женившийся на девушке, которую он ни разу не встречал до того, как его семья устроила их встречу и брак. Согласно индийской культуре, в этом нет ничего необычного. И, как мне кажется, они очень счастливы. Но давайте возвратимся к Аврааму. Он уже был близок к смерти, а его сын Исаак был в возрасте, подходящим для женихбой. Поэтому Авраам и занялся устройством этого вопроса. Авраам отправил своего верного, наиболее опытного слугу с последним ответственным поручением – найти жену Исааку. Заглянув в 24 главу книги Бытие, повествующей об этом событии, мы хотим извлечь из нее несколько советов и сделать несколько выводов, касающихся вопроса поиска супруга или супруги, и поговорить о том, как сделать это по-божьему. Рассказывая о том, как женился Исаак, Бог посчитал нужным посвятить целую главу, и при том длинную главу. В ней 67 стихов. В ней много принципов и деталей, на которых нам хотелось бы остановиться, поэтому сегодня мы сможем коснуться только нескольких общих пунктов. Я уверен, что слушателям помоложе хотелось бы, чтобы я с помощью трех пунктов – один, два, три – объяснил с предельной точностью, как найти мужа или жену. Им хотелось бы, чтобы я сказал «Поступайте точно так, как написано в 24 главе книги Бытие, и вы найдете себе супруга». Должен признаться, что когда я был помоложе, у меня было точно такое же желание. «Только скажите мне, как! Скажите мне, как найти жену!» Но не так все это делается. В Библии нет магических формул, следуя которым мы могли бы наверняка знать, как поступить в каждом отдельном случае. Скорее всего, в Библии нам даны принципы, которым мы должны следовать под руководством Духа Святого. И в этом большая разница. Позвольте объяснить, что я подразумеваю под этим. В одни Иисуса Христа фарисеи явно считали, что в Библии должны быть неизменяемые правила для каждой конкретной ситуации. И так как они не могли отыскать всех правил, они посчитали необходимым просто-напросто учредить свои собственные. Понимаете, они решили слегка помочь Слову Божьему. Давайте рассмотрим пример. В Библии сказано «Помни день субботний, чтобы светить его». Мы называем это общим принципом. В нем нет особой конкретности. Просто «свети день субботний». Дальше Бог объяснил эту заповедь, сказав, что никакая работа не должна делаться в субботу. Это делает заповедь более конкретной. Но все равно мы называем это общим принципом. В Библии не дается более точных и определенных указаний о том, что подразумевалось под словом «работа». Каждому человеку Господь предоставил право решить это самостоятельно с помощью совести и Духа Святого. Однако фарисеям, видите ли, это не нравилось. Им казалось, что повеление, касающееся работой в день субботний, недостаточно конкретно. Поэтому они решили определить, что подразумевается под работой, чтобы Библия была яснее. В итоге они решили, что понятие «работа» нужно разделить на 39 категорий. Но даже этого оказалось недостаточно. Каждую из этих 39 категорий они разделили на более конкретные и специфичные категории. Появились тысячи правил и указаний, касающиеся только одной заповеди «Помни день субботний, чтобы светить его». И эти тысячи правил стали даже важнее, чем сам оригинал – заповедь, данная Богом. Снова давайте прибегнем к примеру. Одной из 39 категорий работы, запрещенной в субботу специальным постановлением фарисеев, было исцеление. Исцеление в субботу рассматривалось как работа. Поэтому постановили позволять исцеление в субботу только в том случае, если жизнь человека на самом деле была в опасности. И то в такой степени, чтобы всего лишь не допустить ухудшения, но не улучшить состояние больного. Рану позволялось забинтовать, но не накладывать на нее мазь. На больное ухо можно было положить вату, но при этом никаких лекарств и так далее и тому подобное. В субботу запрещалось переносить тяжести. И поэтому понятие «тяжесть» расшифровывалось так. Пища, вес которой равен весу одной сушеной смоквой. Один глоток молока. Вода, которой можно увлажнить глазную мазь. Чернила, которых достаточно, чтобы написать два письма. Стоит ли продолжать? Можете себе представить замешательство, расстройство и, конечно же, чувство вины у тех евреев, которые действительно хотели жить богугодной жизнью, но не в состоянии были исполнить все эти правила и постановления. И, в конце концов, не в состоянии были даже запомнить их. Что же я хочу этим сказать? Просто то, что когда мы изучаем Библию, нам не следует превращать общие принципы в конкретные постановления. Но поймите меня правильно. В Библии очень много конкретных принципов. Например, «не кради». Очень конкретный заповедь. Всегда считалось недопустимым красть. И ничего не может быть конкретнее этого. Но вот еще одна из Божьих заповедей. «Почитай отца твоего и мать твою». Ее я назвал бы общим принципом. Нет никаких конкретных указаний, как именно почитать отца и мать. Чтобы перечислить их, пришлось бы написать несколько книг. И то, боюсь, что этого было бы недостаточно. И все по той простой причине, что родители не похожи друг на друга. Не похожи между собой дети. И по всей вероятности, почитание твоих родителей проявляет одни требования, а моих немного другие. Обстоятельства разные. И еще. Почему я трачу столько времени, стараясь подчеркнуть разницу между конкретными постановлениями в Библии и общими принципами? Потому что довольно часто, и особенно в таких важных решениях, как выбор супруга или супруги, мы хотим, чтобы кто-то дал нам конкретное исчерпывающее указание. Раз, два, три, что нам делать? В какой-то степени мы боимся. Нам страшно взять на себя такую большую ответственность. Мы боимся принять ошибочные решения. Боимся, что Бог накажет нас за ошибку. Мы боимся промаха. Однако, нам нужно согласиться с истиной о том, что не существует простой системы из трех пунктов, согласно которой мы можем принять эти решения. Мне не пришлось прочитать на страницах Библии. Джон, ты должен жениться на Кристин. Свадьба должна быть в Стокгольме. Это было бы легко и просто, не правда ли? Но я никогда не находил такого стиха в Библии. Однако, я женился на Кристин 9 января 1982 года в Стокгольме. И Господь действительно сказал мне, что делать. Несомненно, дорогие друзья, Бог ведет нас. Но позвольте Ему вести вас Его путем. И не старайтесь связать Бога или себя списком правил, существования которых никогда не было в Божьих планах. Хорошо, теперь давайте остановимся на некоторых библейских принципах, касающихся вопроса, как найти для себя мужа или жену. Как мы уже сказали раньше, рассказ о встрече Исаака и Ревекки, записанной в 24 главе книги Бытие, мы не можем использовать как точную и характерную модель для подражания. Но из их истории мы можем усвоить несколько общих принципов. Например, скорее всего, что ваш отец не пошлет слугу на поиски супруга для вас. Как это сделал Авраам. Наша культура резко отличается от культуры того времени. И у наших отцов нет, наверное, слуг. Во всяком случае, у моего нет. Но мы можем усвоить первый принцип, который содержится в указаниях Авраама его слуге. Послушайте. И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было, «Положи руку твою под стегно мое, и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Первый выречающий библейский принцип при поисках мужа или жены – это уверенность в том, что он или она – рожденный свыше христианин. Крайне важно подчеркнуть это, и в следующем разборе мы остановимся на этом принципе более подробно. В случае, если вы думаете о браке, у вас должна быть уверенность, что ваш будущий муж или жена имеют прочную веру в Иисуса Христа. Поговорите об этом. Не считайте это само собой разумеющимся. Второй принцип мы находим в 12 стихе, в котором слуга Авраама молится. «Господи Божий, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне, и сотвори милость с господином моим Авраамом». Молитва о Божьем руководстве – второй принцип в этом повествовании. Какое бы мы ни принимали решение, центром его должна быть молитва. Необходимо иметь желание знать Божье мнение о принимаемом решении и спросить о его мнении в молитве. Нет основания опасаться, что Бог соединит вас с человеком, которого вы просто не переносите. «Господне желание, чтобы ваш брак был счастливым, и это несомненно». Следующий принцип мы находим в 23 стихе, в вопросе, который слуга Авраама задает Ревеке. «Чья ты дочь?» Старайтесь найти исчерпывающий ответ на этот вопрос, перед тем, как решить, на ком жениться. Потом будет слишком поздно. Касается это также и девушек. Не думайте, что только потому, что кто-то делает вам предложение, он уже стоит того, чтобы выйти за него замуж. В первую очередь, постарайтесь узнать о нем все, что только возможно. Слуга Авраама наблюдал за тем, как Ревека работает. Он наблюдал за ней в семье и старался понять, что из себя представляет эта девушка. Когда он убедился, что она действительно боится Бога, честна и достойна уважения, тогда и только тогда было принято решение. Еще один хороший принцип. Четвертый принцип, которым очень часто пренебрегает в наше время, мы находим в 49 стихе, когда слуга Авраама спрашивает совета и одобрения у семи Ревеки. «И ныне скажите мне, Папарселон, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево. Когда Господь решает соединить мужчину и женщину в браке, я уверен, что родители выразят свое согласие. Возможно, не сразу, но когда они узнают вас, и если это воля Божия, они тоже согласятся. Так было в случае Исаака. Мы читаем. И отвечали Лаван и Вафуэл и сказали, «От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобою. Возьми и пойди. Пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь». Дорогие друзья, в этой главе намного больше принципов, касающихся вопроса выбора супруга или супруги. Но позвольте мне обратить ваше внимание всего лишь еще на один. Миссия слуги Авраама была завершена. Он нашел хорошую, богобоязненную жену для Исаака. Он молился об этом. Он получил одобрение ее семьи и готов был привезти Ревеку Исааку, чтобы они поженились. Но существовало еще одно препятствие. О нем мы читаем в стихах с 55 по 59. «Но брат ее и мать ее сказали, «Пусть побудет с нами девица дней, хотя десять, потом пойдешь». Он сказал им, «Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой. Отпустите меня, и я пойду к господину моему». Они сказали, «Призовем девицу и спросим, что она скажет». И призвали Ревеку и сказали ей, «Пойдешь ли с этим человеком?» Она сказала, «Пойду». «И отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его». Когда люди решают вступить в брак, они также должны принять решение оставить своих отца и мать. Фактически, это один из первых принципов на страницах Библии. Потому, мы читаем во второй главе книги Бытие, «Оставить человек отца своего и мать свою и прилепиться к жене своей, и будут одна плоть». Это очень важно. Если вы хотите вступить в брак, у вас должна быть уверенность, что вы созрели для этого и готовы к полной ответственности за себя и свою супругу. Вам необходима уверенность, что вы эмоционально подготовлены к тому, чтобы оставить родительский дом, семью, в которой выросли, и готовы основать новую семью. Так должно быть согласно Божьему плану. Независимо, перед какими решениями мы сейчас стоим, давайте постараемся иметь уверенность, что мы не пренебрегаем простым и очень практичным учением Слова Божьего, а также конкретным личным руководством живушего в нас Святого Духа. Повинуясь Слову Божьему и полагаясь на Духа Святого, мы в состоянии принимать решение в полной уверенности, что идем Божьим путем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!